Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Знакомься с их автобиографией Утагава Туекуни. Художник, работавший в жанре Укиээ, классический период и изображавших актеров театра Кабуги. Часто его называют Туекуни I Утагава, чтобы отличать от ученика и зяти, которые после смерти учителя взяли псевдоним Туекуни II Утагава. Настоящее имя художника Курухаси Кумакитти был вторым главой школы Утагава, которая стала ведущей школы Уикиээ в XIX столетии. Родился в Эда, современной Токио. В 1769 году в семье резчика деревянных кукол, которая также создавала реплики актеров театра Кабуки. Имя при рождении Курухаси Кумакити. В 14 лет юноша был отдан в ученики к близкому другу отца, жившего неподалеку, художника Туехару Утагаве. По традиции ученик взял псевдоним, начинающийся с первого иероглифа имени учителя и его фамилию. Первыми работами начинающего художника были иллюстрации к популярным рассказам и женские портреты, в которых чувствовалось влияние Китао Сигемасы и Тури Кионаги. Но они не принесли художнику известности, поэтому он начал искать себя в другом жанре. В 1794-1795 годах Туик Куни создал популярную серию гравюр изображений актеров на сцене. На них персонажи были изображены в полный рост, почти всегда на однотонном желто-сером фоне. Далее он сосредотачивается на погрудных изображениях актеров Акубе Эя. Он стремился максимально выразительно запечатлеть реальный сценический облик и характер актеров. Большое внимание выделял жестам, позам, драматической составляющей. Эта серия гравюр также была положительно принята публикой. В конце 18 века Туик Куни стал лидером среди мастеров Якуси Эя. Также художник изображал японских красавик Бидзинга. Серия «Современные красавицы», втовленные семиликом Каматти. Рисовал жанровые сценки на фоне городских пейзажей и эротические гравюры Сюнга. Примечательно, что серия «12 месяцев», посвященная народным обычаям и праздникам, возникла как результат соперничества между двумя учениками Тойхара Утагава, Тойхиро и Тойкуни. Именно эта работа привела к росту популярности всей школы Утагава, которая стала ведущей школой Укиио Эя в 19 столетии. Позднее Тойхиро и Тойхиро вернулся к основной своей тематике – актерским портретам. Но большая популярность сыграла с художником злую шутку. Спрос на его работы был огромным, что вынуждало мастера работать все быстрее и быстрее. С 1803 по 1817 годы его работы стали статичными. Но даже несмотря на этот факт, Утагава оставался крайне востребованным. Он продолжал выпускать большое количество гравюр, но их качество, как правило, уже не было таким, как в начале творческого пути. Тойхиро Утагава умер в Эда в Токио в 1825 году в возрасте 57 лет в окружении своих учеников. Автор почти 3000 гравюр на дереве, включая более 90 серий и несколько раскрашенных сцен, был одним из самых плодовитых японских иллюстраторов своего рода эпохи. Вот так вкратце из переводной википедии, из данных, которые мне удалось найти в интернете, о Утагава Тойо Куни, художник, который работал в жанре укиоэ в классический период, и изображавших актеров театра кабуки. Пока-пока, до свидания.